В конце зимы-начале весны у нас, любители земли, наступает горячее время, которое в первую очередь подразумевает работу с семенами. При этом нам в помощь садовые магазины предлагают целый ассортимент разнообразных емкостей для выращивания рассады. Те же таблетки, стаканчики, горшочки и так далее. Но все они стоят денег и часто немалых, поэтому ради экономии многие огородники пытаются обходиться подручными средствами и изобретают свои варианты таких рассадников. Кстати сказать, в предыдущие годы я тоже делала импровизированные стаканчики из плотного полиэтилена. И с помощью них, конечно же, несколько выигрывало пространство квартиры. Но в этом году хочу поделиться с вами другим вариантом домашнего изобретения. Это самодельные мешочки из панбунда, которые являются хорошей альтернативой стаканчикам для рассады. Итак, для этого я купила одноразовую скатерть из нетканого материала размером 140 на 110. Они продаются различных расцветок и стоят около 20 рублей. Затем достала из пакета эту, сложенную в несколько слоев полосу спанбонда и, прямо не разворачивая ее, разрезала на отрезки длиной по 9 см. Затем, развернув каждую такую полосу, также сначала разметила, а потом разрезала на отрезки шириной по 18 см. И в итоге получила вот такие заготовки. Ну а для того, чтобы получить готовый мешочек, нам необходимо скрепить его края. И вот для этого нам понадобится обыкновенный утяжок выпрямитель для волос, который, я думаю, есть практически у каждой женщины. Для этого нагреваем утяжок до 200 градусов, а пока он нагревается, разрезаем вдоль лист бумаги формата А4. Берем одну такую полоску, сгибаем ее краем миллиметров на 7, заготовку из спанбонда складываем вдвое и вставляем вместо сгиба бумаги края, которые нужно спаять. Выравниваем их там и прижимаем через бумагу горячим утюжком. Затем выдерживаем так секунд 7 и, прямо не раскрывая зажим плойки, отрываем спаянный край материала. Отработанную полоску бумаги отрезаем и точно таким же образом спаиваем другой край заготовки. В итоге получаем вот такой готовый мешочек для рассады. Заметьте, что его можно сделать двумя способами. Это сложив материал пополам и спаяв два противоположных края. То есть получится два шовчика с противоположных сторон. Или же спаять два последовательных шва и тогда получится рубец на одной стороне и на дон со мешочком. В общей сложности из такого отреза спанбонда получается 90 штук таких мини-стаканчиков. И себестоимость каждого из них вместе с грунтом обходится порядка 50 копеек. На этом, в принципе, вся работа по изготовлению стаканчиков закончена. Остается лишь только наполнить их грунтом. И это может быть что угодно. На ваш выбор. К примеру, кокосовый субстрат, торф, опилки или любой другой наполнитель. Для этого я беру патрубок, с помощью которого в прошлом году делала стаканы для рассады из плотной пленки. Надеваю на него уже изготовленный мешочек и через эту трубу-воронку насыпаю 5 ложек торфа, смешанного с вермикулитом. Затем, когда грунт насыпала, отрезком черенка уплотняю его в стаканчики и аккуратно вынимаю патрубок. Заметьте, высевать в них можно как просто семена, желательно уже проросшие, так и распикировать маленькие сиенцы, перевалив их в середину мешочка прямо вместе с комом земли. И тут нам пригодится маленький конус, которым я сначала делаю широкую лунку, смачиваю ее из шприца водой, затем аккуратненько маленькой лопаткой достаю из общего рассадника сиенец прямо вместе с комом земли и переношу его в наш самодельный стаканчик. Обратите внимание, если сиенец вытянулся, то его как раз при пикировке можно заглубить до семидольных листочков. Ну а когда я его уже установила в лунку, еще раз проливаю растение раствором корневина и слегка обжимаю грунт с боков, чтобы тем самым убрать пустоты. И ровно таким же образом пикирую все остальные растишки в индивидуальной емкости. Ну а когда придет время высаживать готовую рассаду в открытый грунт, или же перевалить ее в большую по объему емкость, то эту сеточку я разрежу и сниму, как с любой торфяной таблетки. Самое главное сделать это до момента, когда корешки разрастутся и пробьются сквозь оболочку. По своей сути, такие мешочки, они аналогичны торфяным или кокосовым таблеткам. То есть оболочка из того же спанбонда, а наполнитель мы приобретаем любой. При этом размеры такого стаканчика тоже можно сделать любые, просто нарезав спанбонд на заготовки нужного размера. Да и такие одноразовые скатерти, они продаются разных расцветок, и с помощью таких разноцветных мешочков можно обозначить различные сорта или культуры, даже их не подписывая. Кстати, в самом начале, при посеве семян, манжеты мешочка можно подвернуть, чтобы тем самым создать запас емкости по высоте. А когда всходы подрастут, и возможно даже вытянутся, то их нужно будет отогнуть и под корешок подсыпать грунт, тем самым слегка заглубив сенец. Ну и наконец, преимущество таких мини-стаканчиков заключается, опять же таки, в экономии пространства, так как они достаточно плотненько встают в поддон, а это значит, что их можно разместить очень много. Плюс к этому они по своей структуре рыхлые, влага- и воздухопроницаемы, поэтому процент всхожести мелких полевых семян, к примеру, той же питуньи, в таких формах выше, чем при посеве в общую плошку. Изготавливаются они буквально за считанные минуты и очень удобны в применении, так как их можно группировать и переставлять как удобно. Единственным недостатком таких мешочков, впрочем, как и любых торфотаблеток, является то, что благодаря своим дышащим стенкам торфу быстро пересыхает. И поэтому за ними нужно более внимательно следить и постоянно контролировать влажность субстрата. Спасибо за просмотр! Ставь палец вверх и подписывайся на наш канал! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok